Так же точно, как попадание в цель. Жизнь семьи Стафи расписана по минутам. Каждый день Алиса и Егора динамичны богат на впечатления. Их девиз – быстрее, лучше, сильнее. И так во всем. Будь то уроки, занятия в художественной или театральной студии, участие в поисковых экспедициях и городских мероприятиях или спортивная подготовка. Кстати, именно с нее у ребят и начинается утро. Строевой шаг, метание дротиков, эстафеты и футбол. Все на свежем воздухе и в любую погоду. Закалка духа, характера и строгая дисциплина. Они утром, заместо того, чтобы лежать в постельке, они сегодня занимаются. Не все взрослые могут себе позволить в такую силу воли, как у этих детей. Эти дети – это в основном команда, которая второй год уже занимается. У них занятия три часа. Здесь есть друзья и здесь очень весело бывает. Рефект Амельевич у нас очень любит шутить, поэтому нам никогда скучно не бывает. Да и как тут заскучаешь. На очереди катание покрышек на перегонке и огневая подготовка, стрельба из пневматической винтовки и из пистолета, а также участие в разных соревнованиях. Причем не только по стрельбе. Алиса и Егор – постоянные участники арбузного кросса, благотворительных забегов и других детских турниров. За такую небольшую жизнь в их арсенале уже огромное количество почетных медалей и наград разных достоинств. У Алисы с Егором даже есть своя доска почета, благодаря их замечательной маме. Как называют эту доску моей? Это доска успеха или как? Успешная доска. Успешная доска, да. Она разделена на две половины. Соответственно, половина Алисы, половина Егора. Ну, у нас здесь собраны медали за все года, которые были, за все мероприятия, где мы участвовали, и за всех спортивных секций, в которые мы тоже участвовали. Самое значимое для Алисы – это, безусловно, ее первое место в полевой стрельбе. Это тот самый день, когда она заслужила, так скажем, свой третий взрослый разряд стрелковый. А для Егора, наверное, вот этот вот грумзабег. Бежали они, это первый забег на дистанцию километра. Ну, а для меня, как для мамы, большую такую значимость несет интеллектуальные заслуги детей. И вот два года подряд Алиса становится второй в Одинцовском районе в марафоне интеллектуальном. Многочисленные грамоты и дипломы за участие в образовательных марафонах и конкурсах. Все эти заслуги, а также фото самых ярких событий составляют портфолио ребят. Для каждого свое в отдельном альбоме, который бережно хранит мама, чтобы они всегда помнили свое интересное и необычное детство. Любую поделку, которую мы делаем, мы обязательно приурочим к какому-то конкурсу, поэтому они видят результат. И поэтому мы так тщательно собираем дипломы и медали. За такую активную и яркую жизнь дети очень благодарны маме. К примеру, Егор твердо решил стать строителем и построить для них с папой в будущем счастливую жизнь. Он возлагает на папу надежду, что первый дом, конечно, ему поможет построить. А дальше, научившись у папы, он продолжит это дело и будет зарабатывать много денег, чтобы отправить нас с папой на Бали. А вот Алиса, творческий ребенок, с удовольствием посещает занятия юных дизайнеров, где научилась рисовать пером и чернилами. Но уважает и акварель, изобразила даже портрет любимой мамы, а брату Егору больше по душе играть в детском театре. Там нас учат сначала, что надо танцевать, а потом мы это повторяем, повторяем и через годик или полк выходим на сцену. Итак, несколько раз в неделю после спорта, учебы в школе, дети развиваются творчески. А по выходным городские мероприятия и квесты. Ни одной из них семья не пропускает. Мария говорит, ребята уже давно втянулись в такой ритм жизни и не хотят по-другому. Даже с профессией определились. Алиса, например, будет воспитателем. Впрочем, здесь тоже сыграли мамины гены. Ведь сама Мария по профессии социальный педагог. Но всю себя решила посвятить своим детям. Если вложить в детей как много больше доброго и светлого, то тем успешнее они будут социализироваться. А если их собственная жизнь в будущем будет удовлетворять их запросам и потребностям, то они нас в обиде своих родителей не оставят. А с недавнего времени Мария еще и блогер. На страницах соцсетей она рассказывает об увлекательных буднях своей семьи, событиях и мероприятиях, которые посещают дети. Я веду проект в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм о жизни нашей семьи и о процессе социального воспитания и обучения в нашей семье. С этим проектом Мария победила в первом этапе фестиваля конкурса «Мамы Подмосковья». Но и во втором туре у нее большие шансы на победу. Пожелаем ей удачи и в этом деле, хотя с таким позитивным отношением к жизни другого результата ожидать и не приходится. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.